В театре, который Джигарханян создал и много лет ему руководил, отметили 85-летие народного артиста СССР, 65-летие его творческой деятельности и 25-летие самого театра. Вроде бы праздник большой, как объявили на сайте театра троекратный юбилей. Но мероприятие было закрыто, журналистов не пустили. Вероятно, причина была одна. Сам юбиляр настолько печально выглядит, что побоялись лишних разговоров и обсуждений. Он передвигается в инвалидной коляске, почти не разговаривает. Многие усомнились в том, что он понимает, что происходит и зачем его привезли. Его прошлая жена Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась попасть в театр на закрытое мероприятие. Охрана её не пустила. Тогда она ставилась с просьбой передать цветы и открытку. Охрана передала букет второй жене, но та не взяла, попросив его выбросить. Возможно, она сделала это не из ненависти, а из благих побуждений. Она не хотела напоминать Армену Борисовичу о Виталине, тем самым испортив настроение. Его вторая жена Татьяна Власова, с которой он прожил в браке почти 25 лет, теперь всегда с ним. Здоровье его сильно пошатнулось. Он не всегда в здравой памяти. Однажды, встретив его на улице после долгой прогулки, он её не узнал. А теперь многие, кто давно не видел Джигарханяна, увидев его, расплакались. Из гостей в основном были артисты и работники театра, которых Джигарханян хорошо знал. Армену Борисовичу показали документальный фильм, где с экрана его поздравили коллеги-актеры. Александр Ширвинд, Валерий Гаркалин, Александр Калягин. Но чтобы поздравить лично, никто из них не пришёл. Возможно, это связано с эпидемией. А Андрей Малахов хотел сделать программу, посвящённую юбилею артиста, но жена запретила. Возможно, такое негативное отношение возникло к ведущему после серии программ с Виталиной Цимбалюк-Романовской и Прохором Шаляпиным.